день добрый день добрый носит рот завидовья всем привет с вами канал на позитиве и виктория и и сегодня мы пришли в место в котором еще точно не были это самая старая пекарня в любви не которая была открыта еще в 1944 году перед рождеством мы решили прийти немножко ее снять что-то купить что-то попробовать что-то купить вкусный хлеб вкусно естественно вкусно если пекарня с держится из из 1944 года то хлеб там по-любому вкусный был бы невкусный пекарня бы закрылась поэтому приглашаем вас вместе с нами так а еще мы хотим попробовать одно люблинское знаменитое блюдо 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 идем вот так выглядит это пекарня мы ее нашли пекарня конечно же находится в старом город городе на улице фурманской и еще мы прочитали интересную информацию что даже в литературных произведениях о ней писали потому что здесь так вкусно пахло свежеиспеченным хлебом и печеньем что об этом не могли не упомянуть даже писатели пекарней кстати всегда занималась одна семья в трех поколениях поэтому такой семейный традиционный бизнес это всегда интересно потому что у него своя история так история богу через 20 лет лет сто лет 1944 года конечно же наверное жители любви на хорошо знают это место теперь мы уже тоже почти как жители и тоже можем что-то об этом рассказать пока свежим хлебом не пахнет на улице не пахнет еще но думаю внутри по-другому вы вас приглашаем вот здесь есть не только хлеб здесь есть разные варенья мед оу мы нашли с тобой вот здесь есть такие печки разные булочки есть награды я сниму сейчас что будем покупать вот этот ржаной смотрите красивый интерьер можно купить разные виды даже муки мы об этом не знаем давай покажем какая мука есть пшеная вот эти самые печки которые есть здесь покойкун из 1944 года где хорошо кто-то похоже бы похананный да кто-то думает что-то месяц что-то поханальный то есть что-то что-то а и ну хоть в верхушечку этоrist ты это может журамина бы попросила Хлеб с журавлиной, мы же знаем, что журавлина, это тоже ж у нас журавлина. Почти все время есть люди, так что мы берем журавлина, попробуем. И еще один заболазь. Закипованные с троемки? Нет, это первый. Что еще? Все. Все. Послушайте, что есть информация в интернете, что у меня какого-то, 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 какого-то. Так, спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. До свидания. Ну что, Виктория, идем пробовать. Взяли не только ржаной хлеб, его будет пробовать Виктория, а я попробую. Символ Люблина. Покажи, какой он красивый нам. Если пекарня Люблинская, то наистаршая Люблинская пекарня. Так. И в ней пекут настоящие цебуляши по Люблинским традиционным рецептам. Немножко непривычно. Я рассказываю, что здесь лук, мак и тесто. Так. Ну, пробуем. Пробуем. Как пахнет. Как раз холодно, согреемся. Он такой вкусный. Я уже тоже хочу попробовать. Мы как раз в Виктория немножко замерзли. Сейчас подкрепимся и идем дальше. То собачились на зеренке. Тут написана история того цебуляша. Посмотрите, как пешие цебуляши, зачем запекать? В Жиджине Любельске гостерого места. Замость. Замость. А в Замость мы скоро поедем. И поедем не одни, а с одним из наших зрителей. Из зрителей, а подписчиков, Виктория. И подписчиков, да. Передаю вам большой привет. Это пока секрет. И смотри, в этой пекарне Тебураже выпекает еще сначала его... Сначала того, как эта пекарня вообще существует. То есть 1944 года. Это по самым традиционным рецептам. Поэтому он такой вкусный. Смотрите, мужчина тоже приехал в пекарне. За цебуляшами. Или за смачнётким хлебом польским. Знаешь, что мне нравится? Вот так. Корочка. Такая вкусная, твердая корочка. И такое мягкое содержимое. Так. Здесь таковатна погода, влюбление. Солнечка трохи ест. На фасаде этой старой пекарни даже есть старинные фото. Сначала ее основание. Сми, которые оближут. Смотрите. Видишь, еще кони. Даже еще приезжали на лошадях. Представляешь, как это было давно? Это было, да. Очень давно. А вот это, кстати, информация напишена. Это цебуляжи от Кузьмюка в пекарне с тем самым мещенцем. Мещенцем. Да, в том самом месте. Так. Так, мы делаем рекламу этой пекарни. О, мы купили такой хлеб, как есть на рекламе. Смотрите, да? Да, да. Сейчас Виктория будет пробовать. Мы нашли с Викторией такой уютный дворик. Сейчас сядем и будем пробовать ржаной хлеб. Люблинский. Нет, мы ели, но не в этой пекарне. Из пекарни такой. Идем. Чувствуется весна. Как пахнет свежеиспеченный хлеб. Я любила в школе, когда мама попросила купить в магазине хлебушек, идти домой и по дороге его есть. Он тогда самый вкусный. Это мы будем вспоминать детство. Посмотри, как он выглядит внутри. Мы же здесь. Жедней. Ууу, смачнёткие! Ууу! Ууу! Супер! Кстати, пекарня открывается с 5 утра. Всем, кому не спится, пожалуйста, приходите. Здесь, наверное, в 5 утра очередь, если они так рано открываются. А, наверное, просто хлеб тёплый с утра. Впервые пробуем именно хлеб по польским традиционным рюмлинским рецептам. На улице. На улице, да, во дворе старого мяса. Мы ещё прошли информацию, что самая старая пекарня в Польше находится в городе Кельце. И ей около 250 лет. Если это правда, напишите нам что-нибудь о ней в комментариях. Или, может, вы знаете пекарни, которые ещё больше лет. 250 лет? Да, я вчера прощала. Ого! Приедем в Кельце и купим там хлеб обязательно. Сидим мы с Викторией на улице, едим цебуляш и думаем, когда же уже придёт та весна, чтобы мы могли, как нормальные люди. Чтобы холод не блокировал мозг. Мы, когда мы на холоде, вот честно вам признаемся, выходим снимать ролики, пока добираемся до пункта назначения, замерзаем и просто мозг отключается. И мы не знаем, что вообще рассказывать. Не то, что не знаем. Ты даже не можешь выразить месседж. Сегодня такой ветер ледяной. Морозы передают, немножко снег. Хотя птички уже летают. И травка уже зеленеет. Но будем надеяться, что скоро потеплеет. Ну там, видишь, миссионс и май. Два миссионса, два миссионса. Два миссионса, в Келькория, не выдумывать. В общем, будем мы пока подкрепляться. Но хорошо, хоть нас греют то пончики, то цебуляш, то хлеб. Поэтому можно жить. Можно жить. До видзения. До забачения. Бузячки. Спасибо вам, что были с нами. Ждите вместе с нами весну. Субтитры сделал DimaTorzok